Новость в последних минут, как сообщили немецкие СМИ, мюнхенский стрелок не руководствовался религиозными мотивами. Также полиции стало известно его имя, оно пока не разглашается. Накануне поступала противоречивая информация, передавали, что стрелков несколько, потом сообщали, что преступник действует в одиночку. Были данные, что у него может быть бомба. Хронологию событий восстановил Константин Панюшкин. Шесть вечера. Сквозь десятибальные пробки, и кортежи полицейских со всех концов Мюнхена прорываются на северо-запад баварской столицы. Шквал звонков в немецкие службы спасения, стрельба на Хануэрштрассе, теракт. На кадрах, сделанных очевидцем, начало бойни. Мужчина дает знак прохожим «Бегите», а после в спины открывает огонь. И судя по первым свидетельствам очевидцев, в экстренных выпусках новостей случилось самое страшное. Я слышала «Аллах Акбар! Аллах Акбар!» Я уверена, потому что я сама мусульманка. Я слышала это и плакала. Первый наряд полиции на месте через шесть минут после выстрелов. В это время террорист, уже выпустив обойму на улице, заходит в торговый центр «Олимпия». Пальба в магазинах и коридорах. Среди тех, кто под Свинцовым градом, чудом остались невредимы, есть россияне. Стало страшно, начали бежать. Звуки выстрелов, бежащие люди, которые разбегались в разные стороны. И это было страшно, правда. Крики и прочее. Все эти путанные сообщения с места трагедии. Террористов уже трое, вооружены автоматами. У одного может быть бомба. Толпы в панике бегут из громадного магазина, каждую секунду ожидая очередь в спину. Но где же убийцы? Неужели сбежали через подземку? Власти закрывают метро. Уже поползли слухи о стрельбе на центральных площадях «Марьенплац» и «Карлсплац». Кажется, в столице Баварии повторяется сценарий атак на Париж и Брюссель. Весь город парализован. Остановлены автобусы, трамваи, метро и центральный вокзал. Полиция разгоняет зевак по домам. Просит не публиковать фото с места трагедии и кадры спецопераций. В городе чрезвычайное положение. Те, кто не нашел, где укрыться, идут с поднятыми руками, чтобы не застрелили свои же. Не проходит дня, чтобы министр внутренних дел или силовые структуры не предупреждали немецкое население о том, что теракты, которые были в Париже или в Бельгии, могут повториться в той же Германии. И, к сожалению, в Германии уже теракты тоже начинают проводить. Весь мир следит за охотой на террористов по телевизору, а жители Мюнхена буквально из окон. Пытаясь скрыться, боевик выбегает на крышу парковки у торгового центра. Дальше бежать некуда. Из форточек, из балкона, всех близлежащих домов. Убийцы кричат горожане. Исламист, террорист. И тот отвечает. Я немец. Я тут родился. В районе живущих на пособие по безработице. Теперь всерьез обсуждается новая версия. Расстрел из ненависти к мигрантам. Тем более, что и многим из тех, кто выжил в торговом центре, убийца не показался тем, кто может быть связан с фанатиками. Европейская внешность. Ничего такого как бы смеси. Наверняка есть что-то, но вот чего-то особенного я не заметил. Для меня это был человек европейской внешности. С пометкой срочно приходят сообщения, будто бы один из террористов покончил с собой. Охота на остальных не прекращается до рассвета. Был обнаружен человек, который, судя по всему, покончил с собой. На основании показаний свидетелей и анализа видеоматериала мы считаем, что это и есть подозреваемый. По нашим данным, это 18-летний немец иранского происхождения. В это сложно поверить, но десятки точных выстрелов на счету одного террориста. Не было винтовки. Он был вооружен пистолетом, как не было и бомбы, которая якобы находилась в рюкзаке у убийцы. Но главное, так и остается непонятным мотив. Что заставило молодого человека, который всю жизнь прожил в Германии, пойти расстреливать случайных людей? Это звенья одной цепи, связывающей и террористический акт, который прошел в Германии несколько дней назад, иницией событий во Франции, террористические акты в Бельгии. Официально то, что произошло накануне, терактом так до сих пор и не назвали. Но тенденция налицо. Мальчишка-афганец с топором в поезде. Или вот теперь иранский юноша с пистолетом в торговом центре. От таких одиночек, похоже, не смогут спасти никакие спецслужбы. Константин Панюшкин, Роман Гусь, Алексей Козлов, Первый канал.